В начале заседания заместитель главы Ленинского городского округа и начальник финансово-экономического управления Лариса Калмогорова доложила депутатам о внесении изменений в бюджет муниципалитета на 2024 год. Предлагается считать уточненным бюджет Ленинского городского округа Московской области на 2024 год по доходам в размере 16 млрд 627 млн 38,5 тысяч рублей, по расходам 17 млрд 990 млн 721,8 тысяч рублей, с дефицитом 1 млрд 363 млн 683,3 тысячи рублей. Также Лариса Калмогорова отметила, что на 2025 и 2026 годы по доходам и расходам бюджет сбалансирован. Внесенные изменения подтвердили и в контрольно-счетной палате. Внесение отдельных дополнений в муниципальные нормативно-правовые акты. И эти предложения фигурируют в заключении контрольно-счетной палаты и разосланы по направлениям курирующим подразделениям заместителям главы округа. Далее внимание народных избранников было сконцентрировано на вопросе по утверждению структуры администрации и переименовании финансово-экономического управления. Вы знаете, что 8 февраля 2024 года изменилась структура. В части моего направления были переданы полномочия в администрацию. Это экономическая политика и тарифная политика. Поэтому мы соответствующие изменения вносим в свое положение. Председатель Совета депутатов Станислав Райченко проинформировал собравшихся о новом формате заседаний. Теперь после официальной части будет проводиться парламентский час, в рамках которого народные избранники могут напрямую обратиться к главе округа. Вместе с заместителем в прямом эфире полчасовой дискурс, разговор о нашей проблематике. Одной из первых обратившихся к главе с вопросом от жителей стала депутат Мария Гаевская. От жителей у нас много поступает. По-моему, нашего моста, железнодорожного, на станции Раста-Бурки. Открыли его, но, насколько я так люблю, мы его открыли с недоделками. Есть обращение от жителей, о том, что там где-то что-то уже сломано. Для того, чтобы дать жителям возможность чуть раньше уже им пользоваться, мы открыли его во временном исполнении. То есть до ввода его в эксплуатацию. У нас есть такая возможность. По согласованию с министерством мы это делаем. В завершении встречи Станислав Каторов подчеркнул, что прямой диалог с жителями – главное направление работы депутатского корпуса.